В предыдущих сериях мы забросились в зону ночью, перешли ужу вброд и направились к колхозному двору села Стичанка. По пути мы поспали на чердаке, душевно посидели в лесу в компании коньяка, сала и сушеных опарышей и к вечеру дошли до нужного места. Исследовав элеватор и побегав за лошадьми, мы заночевали в антуражном коровнике, чтобы утром выдвинуться на кладбище техники Буряковка. Придя утром на Буряковку, мы обнаружили пропажу Джокера, после чего продолжили путь в сторону Припяти в наш дом. Дойдя до дома, мы пополнили запас воды, помылись в реке под дождем и после вкуснейшего супа приготовились к ночному рейду в Припять. Мы исследовали подвал медсанчасти, забрали схрон и, прячась от дождя в Припяти, чуть не попались ментам, но все же добрались до хаты и весь следующий день отдыхали и сушили одежду. Отдохнув целый день в нашем доме, на следующее утро мы с Вадимом отправились на станцию Янов. По пути мы нашли гаражный кооператив и военную часть. На Янове немного побегали от собак и на обратном пути встретили группу сталкеров из Чехии. После длительных обсуждений снова было решено немножко поменять маршрут, потому что погода и зона, как обычно, вносят свои коррективы. Сейчас вечер, мы уже выселяемся из нашего дома, идем в Припять, планируем посмотреть центр. Один детский садик нам нужен и краны, портовые краны, мы там не были, давно хотели побывать. После этого мы планировали идти прямо ночью мимо четвертого энергоблока на третью очередь, но погода вносит свои коррективы, поэтому на третью очередь мы снова не идем. Идем на Волхов и завтра целый день должен идти дождь. Мы планируем прийти на Волхов до того, как начнется дождь. И завтра целый день будем отдыхать на Волхове и ждать, пока закончится дождь, а потом по плану дуга. Сейчас направляемся в один из детских садиков Припяти. Он у нас как раз по пути, а детские садики в Припяти всегда одно из самых антуражных мест. Ну и летом Припять, конечно же, похоже не на брошенный город, а на джунгли. С одной стороны плюс, сталкеров тяжелее заметить, особенно если они в плане одежды не выделяются, используют какой-то камуфляж. Но с другой стороны это не так антуражно. КОНЕЦ КОНЕЦ Каркас под искусственную елку. Сейчас прячем рюкзаки. Я подниму дрона, слетаю до центра Припяти, посмотрю нет ли там туристов машин, разведываю территорию и будем двигаться к самому центру, к ДК Энергетик и отелю Полесье. В этот раз у меня не было задачи делать красивые пролеты по Припяти, время поджимало, да и в прошлый раз я уже снял несколько красивых кадров центра. Не долетев буквально метров сто до центральной площади, дрон полностью потерял связь с пультом. Вот вам еще один минус лето, обильная листва перебивает сигнал. В начале мая я запускал дрон с того же места и спокойно летал на это и большее расстояние. Впрочем, несмотря на постоянную потерю связи, мне все же удалось увидеть, что на центральной площади нет машин, а это было единственной целью данного взлета. Подошли к отелю Полесье, сейчас будем с заднего входа аккуратненько заходить. Там могут быть датчики, но это не подтвержденная информация. Но в лазурном, говорят, уже менты поставили датчики. Так что надо быть осторожным. Заросли, конечно же, играют нам на руку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Куда види? Да, отсюда вид классный открывается. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот крыша, которая рушится с воды. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас попытаемся проникнуть в такой энергетик. Только что в районе колеса обозрения это практически 50 метров от ДК-энергетик. Слышали отчетливые голоса? Это вряд ли туристы, потому что уже поздно для туристов. Это либо недалекие сталкера, либо кто-то еще. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы сейчас выходим прямо на центральную площадь. Очень-очень аккуратно нужно быть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это такое упал его, это просто жесть. Это фонарь старый, да. Играет музыка. Капец он течет, крыша течет, просто шесть. Первый этаж просто полуподтопленный. Как же мы здесь на виду? Это просто жесть. Это сейчас просто на удачу идем. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Пытаемся успеть на портовые краны засветло, но солнце уже практически зашло за горизонт, а нам еще топать и топать. Боюсь, засветло, можем не успеть. Но кранам все равно надо сходить, ибо мы там не были и давно хотели. Мы сейчас идем через плато, где захоранивали личные вещи припечан, мебель и тому подобное. Фон здесь в районе 500 микрорентген в час, но мы его сейчас быстренько пробежим, потому что это самый простой и самый безопасный путь до кранов. На фоне отчетливо виднеется арка четвертого энергоблока. Вот сейчас вот 180 практически микрорентген в час. Пару метров назад было 400. Эта доза опасна, если находиться под таким излучением недели, месяцы, годы. Но так как мы пробегаем это плато за полчаса, то никакого фактически вреда организму нет. Друзья, к сожалению, засветло мы к кранам не подошли. Но я, по крайней мере, постараюсь снять красивый ночной таймлапс. И могу сказать одно с уверенностью. Краны вблизи намного больше, чем они кажутся на видео или на фото. Если вы не были и планируете в поход в Припять, рекомендую посетить эту локацию. Нашли рабочий трактор, который днем здесь роет. Такая игра тоже сняла 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 сняла. Учет ситуация. Учет, как я, reve entire genаи в доме достаточно рvey bunu чувствую. Наверное, это доброетели которую я дали этим вернодаком и дали мне эту локацию сняла dil policy о Snow被 EST. Откровidad, где был наproduct и неизвестного ребенка ненавveyard, была бы попустила меня в районе этого года. Еще Ghoul. ох тут тепленько вот так друзья выглядит уровень наглости 80 уровня зарулили в коптерку в километре от час с будем чай пить и греться если кто-то из работников зоны смотрит это видео напишите что это за здание это недалеко от стелы припять на центральной дороге когда ноги гудят после целого дня переходов считаешь каждый метр до заветной локации сна мы почти на месте волхов снова выступая для нас как пристанище убежище на переходе от одного важного места к другому важному месту а 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 ну дай зайду понюхаю то что мы в прошлый раз вынесли отсюда сгоревшую кровать и открыли окно за четыре месяца спасли это помещение здесь теперь не воняет горю и можно спокойно спать как говорит опытный бобр как ты поход не планируй все равно все по получится по-другому так оно и получается и и Продолжение следует... Ну и, конечно же, посетить вершину дуги, что лично, на мой взгляд, является главным достижением нелегальных походов в Чернобыльскую зону отчуждения.